Ли Страсс стала третьей в истории женщиной во главе британского правительства. За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов консервативной партии. Ее оппонент 42-летний, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства. Для Джонсона же сегодня последний рабочий день на посту премьер-министра. Также в течение дня не исключаются отставки членов кабинета министров Джонсона, которые не хотят работать с Ли Страсс. Между тем, Трасс уже пообещала, что именно она сделает, как только переступит порог Даунинг-стрит, позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она также обещает и дальше поддерживать Киев, но как же ее приход к власти отразится на России? Ли Страсс выступает категорически на стороне Украины. Никаких российских аргументов она не приемлет. И все ее доводы сводятся к тому, что Украина подвергалась историческим гонениям, притеснениям со стороны России. Это главный гонитель, главный постеснитель Украины. И что Великобритания сделает все, чтобы остановить присутствие России на Украине. Формальное утверждение Ли Страсс на посту правительства и ее величество состоится на ауденции с монархом во вторник. Впервые за все время правления назначение премьеры пройдет не в Букингемском дворце в Лондоне, а в замке Балморал в Шотландии, где Елизавета II традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября. Алина Красильникова, Универньюз.